Эрмитаж отметил свое 255-летие. Эрмитажу 255. Он отмечает свой день рождения три дня с 7 по 9 декабря. Это дни святых Екатерины и Георгия. А 9 декабря ко дню рождения Великого музея прибавляется день рождения его директора Михаила Петровского. Санкт-Петербург. Эрмитаж. Михаил Петровский в рабочем кабинете. Фото Юрий Лепский. Михаил Борисович от некруглых дат отмахивается. Музей такой старый, что объявлять каждые пять лет юбилейными смешно. Поэтому в этом году к своему дню рождения музей, как всегда, откроют новые выставки. От это сам Потемкин до сирийских рельефов из Британского музея. И посмотрят кино. Один о великом эрмитажном ученом Николая Николаевича Никулини. Второй эрмитаж. Сила искусства часовой, документальный, итальянский, Стоний сервила в роли гида как взгляд на себя со стороны. В Италии он попал в тройку самых популярных, наряду с Джокером, и уже закуплен в 52 страны. Из-за силы искусства. Эрмитаж будет транслировать очереди к кассам в режиме онлайн. Рассказывая о событиях в Эрмитаже, Петровский не щадит журналистов, сыпляни сходу усваиваемыми парадоксами. Сделают ли мультимедийные технологии музеи ближе к людям? Да нет. Музей – место для подлинных вещей, а не мультимедийности. Все эти высокие технологии – лишь тень, которая, по Шварцу, должна знать свое место. А они у нас то и дело его не знают. Не успеваешь отдышаться, он уже с новой инверсией, это не музей должен становиться ближе к людям, а люди ближе к музею. Что интересно, в музей идут валом либо в кризис, когда совсем плохо, либо когда, наоборот, хорошо. Будем надеяться, что сегодня второй случай. Уже многим боязно задавать следующий вопрос, а Петровский не устает обескураживать, идея, что музей – это досуг и развлечение, губительное. Можно ли в музее получить удовольствие? Да. Но умный человек получает удовольствие от умных вещей. Поскольку на пресс-конференции ходят не одни умные, то обязательно звучит вопрос про переполненные запасники, вещи из которых надо как можно быстрее выставлять на показ. Ну зачем? В десятый раз удивляется Петровский. Во-первых, множество похожих вещей из запасников – это тоска зеленая. А во-вторых, у Эрмитажа и так самые открытые в мире фонды и реставрационные мастерские. Приезжайте в старую деревню и смотрите. Это не музей должен становиться ближе к людям, а люди ближе к музею. Что интересно, в музей идут валом либо в кризис, либо когда, наоборот, все хорошо. Неискушенная публика в России почему-то не отказывает себе в смелости сомневаться в репутации Эрмитажа, а исследовательский центр в Роттердаме поставил ее на четвертое место в мире. Выше британского музея чуть пониже Лувра. Сейчас музей вместе с Европейским университетом запустил свое исследование, как рождается и удерживается репутация музея. В этом году международная конференция на эту тему прошла в Наварии, а через два года приедет в Эрмитаж. Когда Петровский только что стал директором Эрмитажа, его бюджет составлял 1 миллион долларов. Сейчас 75. У Эрмитажа положенная ему отдельная строка в бюджете, но сам бюджет в 10 раз меньше бюджета Метрополитен-музея и в 5 лувра. 60% бюджета этого года музей заработал сам. Но заработать не самый главный его принцип. Пускать треть посетителей Эрмитажа бесплатно, пожалуй, важнее. Минус. Дмитрий Медведев поздравил государственный Эрмитаж с 255-летием. Первое, что сверяют между собой мировые музеи, так это музейную этику. В Британском музее, например, каждая новая выставка сопровождается демонстрациями протеста, спонсирующая ее Бритиш Петролиум портит окружающую среду. В музее от этого много всяких осложнений. Петровский же уверен, что брать деньги от нефтяных компаний не зазорно. Мы бы брали с удовольствием. У грешников надо брать деньги это искупление греха. Вся благотворительность из этого родилась. И тут же добавляет, что гамлетовский вопрос в российских музеях вовсе не этот, а как пройти через безумные юридические препятствия и разместить логотип спонсора на афише выставки. Как будто кто-то хочет унизить того, кто дает деньги на искусство. А вот ответ на вопрос надо ли восстанавливать статую с разбитыми пальцами и стесанными лицами или оставлять, как есть. У него общий с мировыми музеями. Надо останавливаться. В конце концов все можно зареставрировать до потери образа Салватор Мунди Леонардо тому пример. Произведение искусства, как люди, стареют, а картина из-за бесконечных реставраций, выглядящая как вчера написанная, это своего рода ботокс. Но если в этом он со многими согласится, то в вопросе продаж картин из музейных коллекций никогда и ни с кем не с российскими чиновниками, ни с американскими директорами музеев. «Американцы считают, что продавать можно. А для нас это аморально. Получили храните. Даже если не знаете зачем, как мы хранили личные вещи Романовых, которые 80 лет никому не были нужны». Петровский рассказал о туристах, приезжающих в Эрмитаж. Иногда Эрмитажа удается вернуть назад когда-то проданные из него вещи. «Недавно купили несколько голландских картин, которые продал Николай Ай, первым рискнувший продавать картины из музея. О проданном в 20-е годы Петровский говорит, пусть пока подождут нас в чужих музеях. И вспоминает, как еще недавно при мрачных настроениях ничего не вернуть Вексельберг вдруг купил и привез в Россию коллекцию Фаберже. Ему обязательно задают вопрос про современное искусство, и он обязательно отвечает, что его нет. Есть просто искусство. И оно все время говорит на разных языках. До 50-х годов века был, например, неприемлем из-за своей современности Пикассо. Он и покупавшему его Щукину не нравился. Но Щукин его повесил так, чтобы все время видеть. Проходил мимо, дергался, но смотрел И увидел Понял Надо стараться понять Вот и все Прямая речь Уфицы Эрмитажу Сегодня Михаилу Петровскому 75 Директора Эрмитажа поздравляет Эйки Шмидт, директор галереи Уфицы Михаил Петровский весомая фигура в музейном мире и уважаемый директор одного из самых прославленных музеев мира Эрмитаж застраховал полотно Баттичели на сумму 3 миллиона евро На мой взгляд, секрет успеха Михаила Петровского и Эрмитажа в стратегическом ведении, в умении не упускать из поля зрения поставленных целей В их основе всегда лежит убеждение, что культура является главным национальным сокровищем Причем тем сокровищем, что объединяет разные государства и народы Искусство в понимании Петровского имеет не только культурную, но и образовательную ценность Эту миссию музея он с успехом воплощает в жизнь как внутри России, так и за рубежом В Эрмитажу Михаил Петровский воплотил в жизнь огромное множество инновационных проектов, которыми можно только восхищаться Меня, например, поразили новые помещения Эрмитажного театра С первых дней руководством музеем Михаил Петровский активно развивал международные связи Эрмитажа Петровскому удалось создать международный клуб друзей Эрмитажа, уважаемые члены которого живут и творят во всех уголках мира У каждого музея свой путь, и я никогда не смог бы реализовать нечто подобное в рамках Уфица Но, несмотря на это, меня искренне восхищает это детище Петровского Этот проект, на мой взгляд, стратегически важен не только для Эрмитажа В частности, при поддержке клуба осуществляются важнейшие работы по реставрации произведений и искусства, но и для всей России Сотрудничество Уфицы с Эрмитажем успешно развивается на протяжении многих лет Первые контакты между нашими музеями возникли еще в 1970-е годы Тогда в Эрмитаже, который возглавлял Борис Борисович Петровский, отец Михаила Борисовича Открылась выставка, для которой мы привезли из Флоренции в город на Неве Бюстбрута, высеченный великим Микеланджело Куратором того проекта был известный искусствовед Антонио Палуччи И позже он возглавил галерею Уфицы, а впоследствии музея Ватикана Минус Реставраторы Эрмитажа нашли другую картину под портретом Екатерины И по сей день наши контакты и музейный обмен выставками продолжается Мы очень горды тем, что ранняя работа Сандры Баттичели Мадонна Делы Лоджа после своего путешествия по Дальнему Востоку остановилась в Эрмитаже А как раз в эти дни у нас, в Уфице, гостит бронзовая скульптурная группа Давид над телом Галиафа Джованни Баттиста Фоджини из коллекции Эрмитажа И, конечно, мы искренне рассчитываем на реализацию новых совместных замыслов Не секрет, как много, если не все, определяет личность директора музея Каждый раз, приезжая в Санкт-Петербург, стараюсь лично пообщаться с Михаилом Борисовичем и обменяться с ними мнениями Колоссальное удовольствие наблюдать за тем, как он работает в своем кабинете за письменным столом Буквально заваленным огромным количеством книг и журналов Такой творческой атмосферы, пожалуй, не встречал больше нигде в мире В день 75-летия уважаемого Михаила Борисовича я хочу пожелать ему Многое лето, потому что это девиз, которому неукоснительно следует музейная система Эрмитажа Подготовлена Нива Мирокян Это расширенная версия текста, опубликованного в номере РГ Культура Арт-музея и памятники Продолжение следует...